Аплодисменты. Да, 20 минут. За 5 минут я покажу табличку. Василий умеет говорить быстро. Василий будет из-за стола пищать. Хорошо. Всем здравствуйте. Как бы на вас смотреть, чтобы всем было видно. Значит, благодарю Романа за это мероприятие. Рад вас приветствовать. Меня зовут Василий Хлус. Я руководитель компании «Живой дом». Наша компания занимается производством, проектированием и строительством экодомов. Сегодня я вам кратко расскажу о тех технологиях, по которым строят в основном у нас на территории России и не только экологически чистые дома. Поскольку время немножечко ограничено, буду кратко рассказывать. Первое – пройдемся по каркасным домам, землебильным, брусовым и немного осветим другие технологии, нестандартные, не традиционные. Значит, представители каркасного дома, фахверк этой технологии очень много лет, до наших дней дошло здание более 750 лет в Японии находится. Выполняется из пассивной древесины и на нагелях соединяется взду. В домах смотрится очень добротно, хорошо, красиво. Ну и такие дома достаточно дорогие. Плюсы – долговечность, красивый внешний вид, как я уже сказал, отработанная веками, даже не десятилетиями, а веками технологиями. К минусам относится то, что нужна высокая квалификация строителей, достаточно дорогая технология, требуется техника для монтажа больших пролетов или бревен, ну и высокая стоимость. Значит, одинарный каркас – наиболее распространенная технология, по которой строится, если брать каркасные дома, наверное, процентов 80 на территории России. В основном заполняют в обычном плане такие дома с помощью минеральной или базарной ванны. То, что мы рекомендуем делать, это наполнение либо эковатой, либо прессованной соломой. Когда она измельченная, разбушенная и вручную она забивается в такой каркас. Значит, плюс – простая конструкция, небольшой расход и по материалам, и по работам. Значит, дом на 100 метров в среднем монтируется где-то месяца за полтора-два. Относительно невысокая стоимость строительства такого одинарного каркаса, если брать 150 миллиметров, ну, где-то 1015 можно уложить со среди дорогой отделки, без инженерных систем. Значит, если брать каркас толщиной 200-250 миллиметров с утеплителем из эковатой или из соломы, то они уже находятся на границе энергоэффективных домов. Такие дома с такой стеной. Значит, к минусам относится то, что более 250 миллиметров стену сделать нельзя. Значит, требуется высотная квалификация строителей. Опять же, строители, они практически в каждой технологии идут вот такой красной нитью. От того, насколько профессиональные или непрофессиональные люди занимаются постройкой вашего дома, будет зависеть конечный результат. То есть, придется вам что-то переделывать или не придется. Придется что-то исправлять. Значит, ну и, как я сказал, часто используется неэкологичное утеплитель. Значит, двойной каркас наиболее качественный, добротный, популярный у тех, кто стремится к установке. Ну, в общем, один раз сделал и забыл. Вот, это двойной каркас. Значит, здесь показан пример утепления двойного каркаса с помощью прессованных блоков. Плюсы. Простая, надежная конструкция. Меньший расход материалов по сравнению с домами и по технологиям фактор. Монтаж также где-то полтора-два месяца на сто квадратных метров. Требуется, опять же, строители хорошей средней, высокой квалификацией. Монтаж от этих каркасов. И конструкция рассчитана уже на энергоэффективные и энергопассивные дома. Как пример могу сказать, что мы строили дома и с толщиной стены 400 миллиметров, 500 миллиметров, 800, 900. Ну, в общем, понятно, что 800, 900 – это уже достаточно теплые энергопассивные дома. Значит, к минусам относится то, что, ну, толстая стена, внутренняя площадь получается меньше. Значит, расход материала больше в сравнении с ординарным каркасом. Ну, и требуется высокая квалификация строителей. Значит, профилированные брусы. Если брать брусовые дома, у многих уже существуют дома, построенные из бруса, так называемые дачные, где толщина бруса 100-150 миллиметров максимум. И эти люди сталкиваются сейчас с проблемой того, что дома надо утеплять, делать для постоянной жизни. Вот одно из решений, когда с помощью материалов натуральных можно утеплять брусовые дома, как уже построенные, так и на этапе начального строительства. Значит, плюс быстрое строительство, простой монтаж. Как правило, брус изготавливается на заводе, там, чашки зарезаются. В общем, остается только собрать настройки. Достаточно недорогая технология. Ну, и возможность утепления дома вторым этапом. То есть, вы можете сначала построить дом из бруса, и вторым этапом его утеплить. Значит, к минусам относится то, что большой расход древесины. Значит, эти дома дают усадку. Ну, в среднем брусовый дом, естественная влажность, туда и камерная сушка. В общем, рассчитывайте месяц на 12 или меньше, чтобы будет залиться. А по факту такой дом усаживается от двух до трех лет. Значит, с учетом того, что заготовка древесины идет промышленным способом, на брусе очень часто появляются средние и большие трещины, которые в последующем приходят с создания. Тоже имейте это в виду. Ну, то, что могут использовать клееный брус, используя химических клеев, это понятно. Значит, следующая технология – это двойной брус с утеплительными. Значит, здесь показывают с левой стороны элемент, где снаружи стенка 70 миллиметров из бруса, изнутри стенка 70 миллиметров из бруса, а в аутвер вкладывают с утеплитель. Получается, у вас дом фактически полностью из массива, вот, а внутри этого дома находится натуральный утеплитель. Ну, тот, кто отдает предпочтение массиву, вот, один из хороших таких вариантов. Значит, плюсом, ну, то же самое, быстрое строительство, простота монтажа, низкая квалификация строителей, высокоточные детали, возможность использовать утеплители разными толщинами. То есть, вы можете сделать толщину стены 300 миллиметров, 400, 500, в общем, зависит от ваших пожеланий. К минусам относится большой расход весины, достаточно более высокая стоимость в сравнении с алинарным брусом, ну, и усадка, естественно. Значит, далее, длинобитные дома, так называемые, тяжелые соманы. За счет, ну, формы, которые можно делать с помощью этой технологии, они всегда радуют в глаз. То есть, дома получаются плавные, гармоничные, как правило, люди делают их своими руками. Вот, понятно, что, когда подходишь к такому дому, в общем, в положении этих эмоций обычно ничего не возникает, другого. значит, плюсы такой технологии, ну, сразу скажу, то, что тяжелый соман исторически так сложилось, то, что он строится в южных регионах. Если брать центральные регионы или северные регионы, тяжелый соман, если строить дом, то его надо утеплять обязательно, иначе следы будут промерзать. То есть, вот, для московского региона соманные дома надо обязательно делать с утеплителем дополнительно. Значит, к плюсам возможность относится возможность построить дом из материалов, которые у вас под ногами находятся, простая технология, высокая стоимость по материалам, возможность возвести дом любой формы, ну, и, естественно, высокая нестойкость таких домов. К минусам относятся высокая теплопроводность стен, то есть, они холодные по простому, необходимость длинной сушки, в среднем такой дом сохнет где-то от года и больше, если вы его сныле построили одни из сухих соматных блоков. длинный срок строительства, обычно это, если очень ускорится, это полгода, вот такой фантастический срок, а реально рассчитывайте на один-два года, что будет строиться за годом. Сложность технического контроля, необходимость тщательной защиты снаружи стен от атмосферных осадков, ну и, как я уже сказал, для южных регионов подходит. Значит, так называемый легкий сомат, это тогда, когда делается стена каркасная и в нее утромбовывается глина, смочная глина молочка и получается тоже ну, такой достаточно интересный технология для строительства. Значит, более теплый дом, чем тяжелый сомат, достаточно простая технология, но она сложнее, тяжелый сомат. Высокая нестойкость и низкая стоимость. К минусам относятся то, что надо еще дополнительный каркас ставить, необходимость сушки стен, то же самое около года сомат такой дом. Толстые стены, если вы разведете, будет риск того, что они могут не высохнуть, могут пойти не те процессы. То есть до полуметра это край, какие стены можно сделать. Ну, и то же самое больше подходит для южных ледионов. К левкам усамана еще есть такая особенность, когда если недостаточно качественно сделана ветрозащита дома снаружи, ветер заходит вовнутри стены и образовывает микротрещины, которые крайне тяжело потом найти. И дом получается выхолаживается в холодной, чтобы найти такие места, считайте, что все стены снаружи надо вскрывать, и куда пошла эта трещина, тоже очень тяжело определить. Эти дома очень капризны по такой технологии. Значит, землебитные дома, тут еще проще, земля, мушки и время. Значит, доступный материал по остальной технологии, ну, в общем, плюс подобный, как с тяжелым самонам. Минусы, зависимость высокая от исходного сырья, надо делать толстые стены, тоже там полуметра и выше. Массивный фундамент требуется как под землебитным домом, так и под тяжелый самонам. Потому что дома получаются очень тяжелые. Клиниевый срок строительства, тщательная гидроизоляция, ну, и, как правило, то же самое южные регионы. Ну, вот такие экзотические технологии, как из бутылок, есть длиночурки, значит, необычный внешний вид, высокая стоимость. Но, опять же, мы исходим из того, что по такой технологии вы можете построить, как правило, дом своими руками, с помощью друзей и товарищей. То есть, если вы будете привлекать профессиональных строителей, это будет долго и дорого, потому что люди, они могут сделать это хорошо, красиво, но это будет долго, а если долго, это трата времени, это дополнительные средства. Значит, трудоемкость, и срок строительства это основные минусы. Завершающая технология дома из этих панелей так и не выглядят. И панели и дома вчера уже освещали эту технологию. Значит, могу сказать, что на сегодняшний день, если брать технологически чистые дома, то это наиболее технологические простая и доступная технология. Значит, к плюсам относятся высокая энергоэффективность, высокая стоимость строительства, прошу прощения, скорость строительства. Получается, 100 квадратных метров дом под крышу можно возвести за 7-10 дней и потом заниматься уже чистовой отделкой. Значит, низкая стоимость как строительства, так и эксплуатации. Значит, высокая пожаробезопасность зависит от отделки, высокая точность конструкции, поскольку древесина обрабатывается на станках допустим, более 2 мм. Вы просто как лего складываете и собираете. Ну, положительное влияние на людей, ведь и, собственно, к любому к дому относятся. К минусам относятся то, что сначала панели производственное производство, а потом уже приезжают на строительную площадку, то есть надо 2-4 недели ждать, когда дом изготовится. И необходимость контролировать качество сборки дома. Ну, это как везде. Собственно, на этом, наверное, давайте мы остановимся. Есть ли какие-то вопросы? Я посмотрел в интернете есть еще один живой дом. Это ваши конкуренты или ваши партнеры? Однофамильцев появляется какое-то количество. Заходите, смотрите содержание. Есть живой дом, который строит деревянные дома, есть живой дом, который строит экологически чисто. Вот мы вторая компания. Еще вопросы? Держи. А не дает ли усадку плод? Не дает ли вот этот плод усадки? То есть внутри салмом она же разрушается. Экобалы значит по каркасу я понял. Я понял. по каркасу каркас стоит вертикально в панели. Он усадки не дает. Любой конструктор это скажет и подтвердит. Что касается соломы, она запрессовывается равномерно по всей плоскости панели. Плотность прессовки от 120 до 160 килограмм на метр кубический. Высокая плотность прессовки. При всем желании она не усянет. Она находится под определенным напряжением. Кроме соломы пробовали другие материалы? Откилки, семки. Значит, вы можете использовать в принципе любой материал. Можете сено с поля брать и использовать в качестве утеплителя. Вопрос в том, первое, какая будет теплопроводность у вашего дома. Второе, насколько будет предпочтительно или непредпочтительно жить внутри стены грозунам и насекомым. То есть, если вы положите сено, понятно, что для мышки запах она в любом случае будет туда идти и будет стремиться попасть во внутрь стены. Если там салома лежит ржаная, ячменная, рисовая, она не представляет никакого интереса к нямышам. И она туда попросту без ружды не идет. А по бокам ЦСП так понимаю, да? Еще два вопроса, друзья, да, и продолжение. Откуда вы берете салом? Значит, мы заготавливаем салому в нескольких областях. В среднем у нас порядка трех областей ежегодно мы контрактуем саломы на случай неурожая. Салома живой материал, в каком-то регионе дожди или засуха начинается, и ты ничего не можешь взять. Вопрос был про обработку. Обработку, да, пестицид, гербицид, в саломном доме. Смотрите, в базовом варианте мы ничем не обрабатываем, но по желанию заказчика мы можем делать пропитку натуральными составами, к которым относятся, против грызунов и против насекомых, к которым относятся первая древесная зола, вторая перец, третья известь. Есть еще несколько, не буду их перечислять. Кроме того, есть механическая защита, чтобы также обезопасить насекомых и грызунов. Прошу, позиции. Да, вот два вопроса. Давайте девушку спросим. Девушка, пожарная безопасность, тогда. Какие варианты внутренней и внешней отделки лучше сочетают из ваших больших сочетаний? Да, любые, наверное. Я так скажу, вариант внутренней и внешней отделки важен, чтобы сочетался с вашими предпочтениями, пожеланиями и возможностями. То есть, когда люди говорят, я хочу дом с высококачественной глиняной штукатуркой, а у них в кармане средств максимум хватает на недорогую простую отделку дерева, тогда надо соизмерять или размер дома и уменьшать на 30-50% или бюджет увеличивать под те возможности, которые есть. Конечно, наиболее оптимально, чтобы эко-дом имел глиняную штукатурку. Там ряд параметров возникает. Первый, естественный антисептик, второе, тепловой аккумулятор, третье, регулирует влажность внутри помещения, то есть, микроклимат у вас всегда будет практически идеальным, порядка 40-60%. Могу дальше продолжать список. Но это более дорогой вариант. Все от вас зависит. экологичный салон обрабатывает сами салон. Значит, если говорить о том, когда высеивается рожь или пшеница, обрабатывают ли производители фермеры, извините, обрабатывают ли свои поля пестицидами и гербицидами, кто-то обрабатывает, кто-то не обрабатывает. Если говорить о том, влияет это на салон или нет, уровень влияния на сам стебель салоны не более 1-2%. Если говорить о том, влияет ли это на человека, когда салон находится внутри стены, уровень влияния будет находиться на может быть тысячные или в десятитысячные проценты. То есть по факту никак это к вам относиться не будет. Кроме того, салон это тот материал, который природа естественным путем отдает. Бери и делай из него то, что хочешь. То есть это не сырое дерево, которое ты сломил, на нем негативная энергетика лежит. Вот это более важный фактор между то, что может быть вредным от соломы при высилании. Все, спасибо, друзья. Спасибо. Добрался, доехал. И еще один доклад перед перед по